Почему Европа забыла про Украину? Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, рассказал о перспективах Украины как государства. Лавров дипломат. А зачем Германия с Францией мучится с Украиной? Подумайте сами, это 30-35 миллионов человек, у которых нет экономики, нет государства, ничего нет. Если вы их собираетесь к чему-то принуждать, то вы в первую очередь должны взять на себя функцию выстраивания там административной вертикали, силовой вертикали, политической вертикали, создания экономики и так далее. Германия и Франция с собой справиться не могут, а им надо построить рядом еще целое новое государство. За счет чего? Каким образом? Говорить Порошенко ай-яй-яй они могут. Они это два года подряд делали, может не очень настойчиво, но говорили, Минск надо выполнять, нехорошо ведете себя. Ну и что? Как они его принудят? Танки пошлют на Украину? Все хорошее рано или поздно заканчивается. На Украине уже активно свергают Порошенко. Очевидно, что рано или поздно, причем скорее раньше, чем позже, ему таки лапти сплетут. Судя по динамике процессов, это все должно закончиться еще до лета. Конечно, Украина страна непредсказуемая, там очевидные вещи. То, что должно произойти завтра, иногда происходит с интервалом в пять лет. Но от суд, с одной стороны люди перешли Рубикон, с другой стороны люди перешли Рубикон, отступать им некуда. По идее, противостояние должно нарастать. А у Порошенко нет силового ресурса, нет международной поддержки, нет ничего для того, чтобы удержаться. Но поскольку второго Порошенко у них тоже нет, то очевидно, что страна будет распадаться. И к этому все готовятся. Германия и Франция вообще забыли, что Украина есть. Международный валютный фонд перестал давать деньги. Трамп пожимает плечами, спрашивает, кто, где, не знаю, кто эти люди. Даже Россия как-то делает вид, что за пределами ДНР и ЛНР вообще ничего нет. Там море плещет, льды залегли. Всем не до них, потому что все примерно понимают, что будет, но не очень хорошо понимают, как это можно разрулить. Урегулировать там ситуацию можно только всем вместе. Одному отдельно взятому государству это сделать очень тяжело, потому что нужны огромные ресурсы. Это не Сирия, это больше, чем Афганистан. Афганистан, надо на многие годы зайти, выделить в бюджете строку 60% сюда, остальное нам, и работать, 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 не понимая зачем. Или понимая, что отдачу увидят лишь твои внуки, может быть, если ничего не поменяется. При этом государства, которые находятся вокруг или вообще как-то к этому кризису причастны и могли бы совокупными усилиями как-то ситуацию разрешить, достаточно противоречивые интересы. И они еще не пришли к какому-то консенсусному мнению о том, что там будет потом и как это все разрешать. Причем наши европейские партнеры всю жизнь занимали страусиную позицию, они голову в песок спрятали, иногда выглядывают, говорят, ну как, держатся еще, ну хорошо. И опять прячут. По принципу, пока все и так хорошо, не надо ничего делать, может как-то рассосется. В такой ситуации единственное, что может сделать Россия, это поддерживать народные республики, укреплять их, в том числе и в качестве буфера перед своей территорией. Потому что когда на Украине начнется разброд и шатание, банды полезут в разные стороны, как тараканы, и бежать будут по всем направлениям. Очевидно, что необходимо вызывать, взывать к разуму наших европейских партнеров, потому что в конечном итоге миллионы украинских беженцев, это не жалкие африканские азиаты, которые, всего-то один миллион, поставили всю полуторамиллиардную Европу на уши, в ЕС не знают, что делать. Украинские националисты знают, что им все должны, причем у них оружие есть. И вообще они европейцы, и три года Европу защищали от российской агрессии, грудью за нее стояли. Поэтому у них разговор будет короткий, и они все пойдут в ЕС, им некуда деваться. На восток они двинуться не могут, потому что там их перестреляют армии народных, республику, которых к ним свои счеты. На Украине остаться не могут, потому что с голоду сдохнут, там ничего не работает уже. Кто-то может остаться, отбирать у крестьян морковку, которую они на своих огородах вырастят, но просто один раз отобрал, потом крестьяне вымерли, и тебе все равно надо куда-то уходить. Всем остальным пойдут на Запад искать там каким-то образом пропитание. Автор беседовала Софья Давыдова. Почему Европа забыла про Украину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.